Привет, друзья! Сегодня у вас в гостях мы вместе с Иваном. Вы на канале Longplay. Поехали. Ой, какое короткое начало. Мне нравится. Нет, не начинаем. Давайте введем в курс дела. Мы уже не первый раз обсуждаем тему, которая у нас будет сегодня. И она очень интересная и очень такая вот глубокая, в которой можно покопаться. Это, конечно же, песни, смысл которых вы, вероятно, могли понять неправильно или недопонять по разным причинам. Возможно, это проблема исключительно языковая. Ну, не знаю, это хорошо, кто-то английский или какой-то другой язык, и просто ориентируется по музыкальному ощущению и вайбу. Как, например, веселая песня про Скэтмена. У которой, на самом деле, достаточно серьезный, сильный месседж о том, чтобы заикающиеся дети, такие же заикающиеся, как и автор и исполнитель Скэтман Джон, могли чувствовать себя комфортно и использовали этот, можно сказать, недуг, как, наоборот, их главное преимущество. Об этой истории я уже как-то рассказывал на канале. Или, допустим, автор какой-то суперпопулярной песни спустя время в интервью говорит, ну, ребята, ну, совсем не тот смысл закладывал я в песню. Да, вот как это произошло с песней «Перемен Виктора Цоя». Все-таки эта песня не о глобальных политических потрясениях и изменениях, а о изменениях внутри каждого конкретного человека. Она очень личная. Ахафа-на-на, как оказалось, вообще про апартеид. Вот такие интересные случаи сегодня снова будем рассматривать на нашем канале. И, конечно же, вначале, наверное, хочется подчеркнуть, что творчество имеет полное право на совершенно любую трактовку. Точно так же, как каждый из вас имеет право понимать его так, как захочет. А чем занимаемся мы? Всего лишь раскапываем удивительные, интересные факты о музыке. Поехали! Для всех наших подписчиков, кто сейчас в поиске новых знаний и трудоустройства в IT, хорошая новость от образовательной платформы Skillbox, которая начинает набор на курс профессии Data Scientist с нуля до про, дающие сразу две специальности — это машинное обучение и анализ данных. Курс отлично подойдет даже для тех, кто не имеет опыта работы в сфере IT. Минимум необходимы теории, максимум практики вместе с действующими работниками крупных компаний, которые и будут вашими преподавателями. Вас ждет гибкая система обучения, 8 курсов, онлайн-лекции и практические задания. Вы научитесь программировать на Python, визуализировать данные, применять нейронные сети для решения реальных задач, работать с библиотеками, базами данных, а в финале вас ждут три дипломных проекта на выбор, включая исследования для компании Megafon. И если сомневаетесь, то не переживайте, доступ к первым двум модулям курса бесплатный. А еще по итогу Skillbox предлагает помощь в трудоустройстве. Как заявляют сами ребята, у нас нет причины мне верить, аж 88% студентов в Skillbox находят работу еще до окончания курса, потому что они сами помогают как с составлением эффективного резюме, так и с организацией собеседований в топовых компаниях. Подробно о программе курса и регистрация по ссылке в описании. Кстати, первый платеж аж через год обучения. Переходите по ссылке, учитесь, трудитесь, зарабатывайте. А давай я начну, знаешь, с чего? С моего недавнего позора на канале Овощелос. Ладно, не позора. Состоялась недавно моя битва с Шазамом. Кому интересно, переходите по ссылке, смотрите. И про спойлеры. Я по интро не узнал классную песню группы Hanson. Ой, это Кошмар Диджея. Это ее я имею в виду, наверное. Кошмар Диджея? Кошмар Диджея, потому что есть разряд песен, который называется Кошмар Диджея, которую ты никогда не понимаешь, как объявить. То есть ты говоришь, а сейчас мы послушаем песню М-бап. И вторая такая песня. Это песня группы Краш Тест Дамис, которая называлась М-м-м-м. Занимательная информация, я не знал. Иван, спасибо. Так вот, песня этой, которую на самом деле очень люблю с детства. Ну, не то, чтобы ее неправильно понимают. Наверное, просто вообще никто не понимает, что такое. М-м-м-м-м-м. А недавно в интервью один из братьев рассказал о том, что это на самом деле очень глубокая песня. Она о том, что жизнь наша мимолетна. И нужно ловить каждый момент. То есть М-м-м-м-м в данном случае. Это как бы отрезок времени. То есть М-м-м-м-м-м-м-м. и он исчез. Мбаб символизирует собой отрезок времени или тщетность, бесполезность жизни. Все рано или поздно пройдет и исчезнет. Быть это твой возраст, молодость, может быть деньги и все, что у тебя есть, что останется, это люди, которых ты взрастил и реально сам создал, построил, чтобы они стали твоим хребтом, твоей системой опор. Видишь, сколько смысла в этом маленьком слове Мбаб. И что самое забавное, вот этот единственный хит группы Хэнсон с их дебютного альбома, над которым там куча сонграйтеров работала, включая Дезмонда Чайла. Эту песню как раз таки они написали сами и вот она и осталась их единственным хитом. Слушай, ну да, если братья Хэнсону такой буддистский смысл закладывали, вот тоже нашел историю. Правда, у меня, конечно, нет ее подтверждения, но толковать смысл этой песни теоретически так, конечно, возможно. Вы все, конечно, помните просто потрясающей красоты песню Алексея Рыбникова из фильма «Вам и не снилось», которая называлась «Последняя поэма». Ялла группа ее пела, а в фильме Ирина Отьева. Ирина Отьева, да, ее Валерия перепевала. В общем, вы, конечно, знаете эту песню. Это одна из таких песен нашего советского детства. Фокус этой песни, последней поэмы, в том, что это стихотворение Робиндраната Тагора, известного индийского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе, которая была положена на музыку Алексеем Рыбниковым. То есть, строго говоря, это даже не какое-то отдельное произведение, стихотворное Робиндраната Тагора. Часть поэмы. А это несколько стихотворений из романа «Последняя поэма», там частично были использованы стихи, скомпонованные, скомпилированные вот в одно такое произведение в одну песнь. И в романе речь идет о том, что парень и девушка, которые очень любят друг друга, понимают и осознают, что в этой жизни им не суждено быть вместе. Но поскольку это индийский автор и индийское произведение, они понимают, что окей, в этой жизни им не суждено быть вместе, ну, значит, в какой-то другой. В той самой. В какой-то другой или через, или через несколько, но когда-нибудь они снова встретятся. И литмотивом через всю песню, через роман, через стихотворение Тагора проходит мысль о том, что любовь побеждает смерть. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу, с отмели к отмели, друг мой, прощай. Кто-то увидел в этом образе реки, берегов, отмелей. Индуйский ритуал похоронный. Да, совершенно верно. Естественно, никакого подтверждения этой теории нет, но сам символ для индуса, который писал этот текст, конечно, очень стройный и логичный, что выстраивая образ любви, которая побеждает смерть, смерть индуса себе представляет именно так, как прах, который отправляется в путешествие по Гангу. Верить или нет, дело ваше, и как трактовать, но теория интересна. На самом деле, эту историю мне присылал кто-то из подписчиков пару месяцев назад, и я был просто в шоке. Совсем не тема нашего канала, мы ее закончим, но если вдруг кому интересно, очень рекомендую. Прекрасный ролик, да и весь канал белорусского блогера Лени Пашковского ездил в Варанаси, куда он только не ездил. Рекомендую. Мы начали с такой зловещей темы, можно ее чуть-чуть еще подержать. И взять еще один такой пример песни, которую используют как свадебные танцы, или можно найти в каких-то романтик коллекшенах, которые вот прямо одной из первой просится в рейтинг, в данном случае неправильно понятых. Это супер-хит, красивейшая песня Where the Wild Roses Grew. Конечно, зная английский язык, в принципе, тут, наверное, вообще не будет никаких подводных камней. Но я, правда, очень часто видел эту песню в подборках романтика коллекшен. И что здесь сказать? Это снова песня о маньяке. Причем не просто о маньяке, а о том маньяке, который убивает камнем, если я не ошибаюсь, свою жертву. Ну, как жертву? Свою возлюбленную. Но она, оказывается, его жертвой, потому что он не хочет, чтобы она старела и теряла свою красоту. Ну, вообще, надо отдать должное этой песне, конечно, потому что дуэт с Кайли Миноук из андерграундного героя Никакеева сделал мировую звезду, про него все узнали. И, в принципе, Кайли Миноук тоже эта песня показала с другой стороны, потому что она была такой прям, ну, поп-певицей, а тут получилась такая, ну, суперорганичная коллаборация рок-музыканта и поп-певицы. Но это ведь была не единственная коллаборация на том альбоме у Никакеева. Альбом, кстати говоря, назывался Murder Ballads, то есть баллады об убийстве. То есть там все, по-моему, их было не очень много песен, по-моему, 7 или 8, но в каждой песне рассказывалась история какого-нибудь убийства или серии. Например, была на альбоме песня The Curse of Milhaven, Проклятие Milhaven. Это шестиминутная песня про историю 15-летней, по-моему, маньячки. А и, да, и был же дуэт еще с Пиджей Харви, песня Генри Ли, тоже баллада, которая тоже вполне возможно у вас может ассоциироваться с какими-нибудь розовыми романтическими чувствами, которые совсем о другом. О том, как девушка убивает молодого человека, потому что молодой человек ее не любит больше, и находит себе другую девушку в другой стране. Как бы это печально не звучало, вот такое вот творчество Уника Кеева. Насколько я знаю, эту песню он писал специально под Кайли Минок. Он очень хотел с ней записать фит, сделать коллаборацию, дуэт. Землячество, австралийское землячество. Да, австралийское землячество. И менеджеры Кайли, на самом деле, когда это увидели, сказали, что вы что, это вообще, ну точно нет. А Кайли одобрила и, кстати говоря, не зря. Кто-то даже решил посчитать, сколько жертв в сюжетах песен на этом альбоме, и насчитал, что-то около семидесятков. Вот так. И еще, что весьма забавно, на концертах Ника Кеева партию Кайли Минок пел долгое время гитарист Ника Бликса Баргельт. И многим это исполнение кажется даже еще более каким-то жутким и вот подходящим к этой все-таки красивейшей песне. Да, Бликса Баргельт играл в группе, которая является еще одним кошмарным диджеем. На самом деле, группы ни на каких радиостанциях не ставят. Называется «Майнштунцен де Мой Балден». Да. Ну что, главные герои этой серии выпусков, как правило, это маньяки, это люди, употребляющие или продающие запрещенные вещества. Да. И, конечно же, использующие какой-то сексуальный подтекст. И вот конкретно в данном случае, наверное, мой любимый пример, который очень много кого на самом деле удивляет, это песня «Whistle» певца Флорайда. Певца, рэпера, темнокожего музыканта. Что ж, это веселая, забавная песенка, которая крутилась, наверное, на всех радиостанциях мира, а на некоторых в супергорячей ротации. Дословный текст примерно такой. Can you blow my whistle, baby? Не могла бы ты посвистеть мой свисток, детка? You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby? Детка, посвисти мой свисток, мой свисток. Девочка, я покажу тебе, как это делается. Начнем медленно. You just put your lips together. Самкни губы. And you come real close. И подвинься поближе. Ну, в общем, вы поняли. Can you blow my whistle, baby? Here we go. Поехали. И что ему может ответить на это дама? Исключительно... Ой, я только сейчас загуглил текст. Знаешь, что мне нравится? Первая строчка куплета. I'm betting you like bebop. Bebop. Вспомнил сразу же группу «Руки вверх». И жуткие споры насчет песни «Целуй меня везде, 18 мне уже». Так. Я всю жизнь воспринимал эту строчку как указание на то, что молодой человек может целовать девушку в любое место на ее теле, куда он пожелает. Везде не «меня целуй», везде «меня целуй», а везде, где угодно, в любой точке мира. В любой точке мира, в супермаркетах, кинотеатрах, везде «меня целуй», а не тот смысл, который вкладывало наше испорченное подростковое сознание 20 лет в эту песню. И, кстати, Жуков, я не нашел это в интервью, нашел какие-то отсылки к этому интервью в комментариях, в обсуждениях этой песни, что, дескать, ездит в интервью, где Жуков говорит, имеется в виду места не на теле, а пространстве. Ну, примеров 18+, есть очень много, но мы их все в ролик вставлять не будем. Но один еще включу, не самый такой тривиальный, это прекрасная песня «Pink», «You're in your hand». Задумывались ли вы когда-нибудь, что «ты» и «твоя рука» на самом деле обозначает? «You don't really want to mess with me tonight». То есть, «I'm not here for your entertainment». Я тут не развлекать тебя вообще собрала. «You don't really want to mess with me tonight». Сегодня не надо со мной ссориться. «Just stop and take a second». Остановись, подожди секундочку. «I was fine before you walked into my life». «Я хорошо себя чувствовал, прежде чем ты появился в моей жизни». «I was fine before you walked into my life». «Cause you know it's over before it began. Keep your drink, just give me the money». Это закончилось еще до того, как начаться. «Держи свою выпивку, дай мне деньги». «It's just you and your hand tonight». «Сегодня вечером только ты и твоя рука». «Сегодня вечером ты остаешься один на один со своей рукой». «Даже в «Суесток» не поду дело». «Ладно, давай поговорим о чем-нибудь, за что нас не заблокируют». «Давай». «R.E.M. – «Losing my religion». Прям вот пример, который очень многие на самом деле писали в комментариях. Дословно название переводится как «Теряю свою религию». И клип как раз-таки вроде бы говорит тоже об этом. «Пом ангелы». «Всех спутал в итоге». Какие-то персонажи из индуистского пантеона. Ну, аллюзия на индийских богов. Но на самом деле Майкл Стайб, автор текстов и лидер R.E.M. В качестве названия песни взял сленговое выражение, распространенное на юге США, которое означает «терять терпение». «To lose my religion» – то же самое, что «to lose my temper». «Сорваться», «что-то сотворить», «потерять терпение», «потерять самообладание». Никакого отношения к религии. Совершенно. Вообще, а песня про маньяка. Что? Это шутка? Нет, серьезно. Ну, не слушай, прям про маньяка, а про человека, который одержим своим чувством к другому человеку. То есть, прям в духе вот «Police every breath you take» или Джеймса Бланта «You're beautiful». То есть, это вот песня ровно из того же контекста. Понятно. Ну, и раз мы пришли к такому, не то чтобы тривиальному, но нужному примеру, давай приведем пример, который я ни за что не хотел вставлять в эту рубрику, но так часто пишут комментарии. И, вероятно, это действительно кого-то до сих пор удивляет. Песня «No woman, no cry» говорит о том, что как бы нет женщины, не плачь, а не утверждает, что нет женщины и значит нет слез. Не знаю, может ли эта информация сегодня кого-то удивить, то из выпуска в выпуск пишут очень много комментариев об этом. Вероятно, потому что правильнее сказать в данном случае «No woman, don't cry». Да. Но это же креольский английский. Это не то, что креольский английский. И я действительно прочитал, что на Ямайке «No» вот такое, это значит «don't». На их… «No». «No». Да. «N-U-H». Да. Что это такое сленговое выражение, которое заменяет «don't». То есть все очень стройно и логично получается. «No woman, no cry». Который просто в названии потом трансформировалось в слово «no». Вот так вот. Есть у меня еще один шикарный просто пример из итало-диско, не того, который Рикки Повери и Альбана. В общем, кто знает, тот знает. Обязательно когда-нибудь вернемся к этому жанру. Так вот, веселая, замечательная песня группы Ригейро «Vamos a la playa». «Vamos a la playa». «Vamos a la playa». «На неделю вперед», наверное. И она такая веселая, такая беззаботная. Ну и в принципе, наверное, не надо обладать какими-то великими знаниями испанского языка, чтобы понимать, что «Vamos a la playa» — это, ну как бы, «все на пляж». Вполне себе курортная песня, но давайте посмотрим на текст. В общем, «Vamos a la playa», «О-о», «Айда на пляж», «О-о», «Пойдем». А дальше, что нам говорят куплеты? «Vamos a la playa». «La bomba est allé». То есть, «Пойдем на пляж». «Бомба взорвалась». «Los radiaciones tostan». «Радиация накрывает». «И оттеняет синеву». «Капец, какой вы». «Второй куплет. «Vamos a la playa» — «Айда на пляж». «Все в сомбреро». «Радиоактивный ветер». «De spain los cabellos». «Треплет волосы». В общем, это песня о ядерной войне. О последствиях возможного взрыва ядерной бомбы на Средиземном море. Кошмар. И вот это вот самое «Vamos a la playa» — это ирония такая. То есть, на контрасте. Насколько все может быть ужасно. Посмотрим на третий куплет. «Айда на пляж». «Наконец-то море чистое». «Нет вонючих рыб. Только флуоресцентная вода». «Это конкурент Хафананы». «А-а-а». «Охренеть». «Так и надо, все говорят». «О-о-о-о, vamos a la playa». Друзья, не забывайте в комментариях присылать ваши невероятные открытия о песнях, которые не все понимают правильно. Снова еще раз обсудим. Большое вам за это спасибо. А на сегодня, пожалуй, все. Надеемся, вам было интересно. Не забывайте переходить на канал Лирикс. Там, конечно же, как всегда, вышло очередное интереснейшее видео. На этом канале с вами мы увидимся через неделю. Подписывайтесь на Лонгплей. Да. И на Телеграм Лонгплей подписывайтесь. И на Инстаграм мой. И Ванин. Да везде подписывайтесь. Будем вместе. И навсегда ничто не может быть чудесней. На самом деле, Саня, машину надо выгонять. Мы тут, в месте, где мы снимаем, очень жесткая охрана такая. В 10 вечера на*** все. Мне всегда интересно. А что будет, если вот ты не выгонишь машину на 10? Вот что он сделает? Вот что он сделает? Он скажет. Vamos a la playa.